В этом году регион привез меньше проектов, однако сумма заключенных контрактов оказалась почти в три раза больше. Все инвестпредложения прошли государственную экспертизу. Площадки под производство уже имеют необходимую инфраструктуру. Это позволило отсеять так называемые проекты-пустышки. Мы заявляем эту цифру, что 761 миллиард, и мы дарим надежду нашим жителям, нашим населениям. И вот один раз подарим, а ничего не реализуем. И они опять скажут, что тут болтуны. Поэтому неважно, чтобы мы не цифры рапортовали, некрасивые говорили слова и количество соглашений, или то, что мы собираемся развивать, и что в районе появится. За нашими обещаниями и за нашими цифрами стоит надежда у жителей любого района, столицы, даже хутора и села на новые рабочие места. Если кто воспринимает форум, какая-то федеральная тусовка, я еще раз подчеркиваю, могут и воспринимать с других регионов. А для нас это не тусовка. У нас это возможность найти, познакомиться с инвестором в течение года, его обработать, убедить, и на следующий форум, как я сказал, чтобы он зашел уже с конкретными соглашениями. На 15-м инвестфоруме в Сочи у края было минимум соглашения о намерениях. Регион привез реальные, проработанные за год проекты. При этом почти треть предложений поступило от самого бизнеса. Необходимо, чтобы каждый из заключенных контрактов был реализован, подчеркнул губернатор. За этой общей информацией никогда не стояла никакой ответственности. А мне нужно, чтобы за информацией стояла ответственность. Дайте мне четкое понимание, кто отвечает за каждый рубль в этих 761 миллиарде рублей. Кто? Какое глава муниципального образования? И если вдруг мы не доберем 761 миллиард рублей, то вообще в вине. То есть конкретный алгоритм по каждому муниципальному образованию и по каждому контракту. Нам необходимо составить дорожную карту с указанием сроков реализации каждого мероприятия по реализации этого инвестор проекта. Сколько там у вас в рамках проектов? Это количество проектов? Сколько? Двести пять проектов. Вот и начальство контроля, как минимум раз в три месяца, я думаю, в три месяца, докладывайте в целом по результатам реализации всех двести пятьдесяти проектов. На совещании обсудили возможный перенос проведения форума с конца сентября на другое время, как ранее предложил Дмитрий Медведев. Окончательного решения о новых датах еще нет. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.